Вечером 26 августа на выезде Сергиева Посада между лакокраской и вакциной произошло ДТП. Водитель на БМВ ехал в сторону Сергиева Посада, столкнулся с автомобилями БМВ и Хонда. Водитель одной из немецких иномарок погиб на месте. Его жена и два ребенка серьезно пострадали. Что знаю, была в доме, слышим шум, треск идет, прям вот эти бордюры сшибали, видно, и большой сильный удар. Мои мальчишки тут же побежали туда, мальчишки взрослые, уже 20-25 лет. Там вот они мне сказали, по-моему, семья ехала, мужчина с женой и двое детей. Мужчина сразу, говорит, погиб, не дождался этой. А здесь двое, по-моему, даже, говорит, удрали из машины, пьяные были все, а один остался, ногу сломал, по-моему, он. Больше я ничего не знаю. А женщина с детишками попала в больницу, очень жалко. После ДТП маму и двоих детей доставили в районную больницу. У младшего ребенка врачи обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У старшего ребенка – разрыв селезенки. Был ребенок немедленно доставлен в операционную, где произошла сприноктомия, дренирование и санация брюшной полости. Настоящая время, пятые сутки после операции, дети находятся сейчас в детском хирургическом отделении, где получают специализированную помощь по этому поводу. Все наши действия согласованы с нашими коллегами, вышестоящими, маленькие. То есть дети получают всю необходимую терапию. На данный момент состояние детей – средней степени тяжести. Рядом с мальчиками всегда находятся близкие люди. Возраст 4-6. Мы, конечно, не говорим, стараемся не напоминать. Отвлекаем, как можем. С дочерью работал психолог. Я думаю, что мы еще вернемся к психологической помощи, как моей дочери и внукам. Потому что им нужно будет впоследствии сообщить то, что случилось про папу. Они были очень привязаны к нему. И отец. Теперь у детей нет отца. Алексей Литовченко – друг и коллега водителя, который погиб в ДТП. По словам очевидцев, водитель на БМВ ехал по встречной полосе. Они мало того, что двигались с превышением скорости, они двигались по встречной полосе. Если вы обратите внимание, здесь есть разделительная полоса, которую снести достаточно сложно. Так вот, они двигались с холма вниз на большой скорости по полосе встречного движения. Мы хотели бы, чтобы эту историю придали огласке, потому что, чтобы не замолчали, чтобы виновник понес справедливое наказание, которое установит суд. Точные обстоятельства ДТП выясняются. Друзья погибшего водителя ищут записи аварии. Если есть какие-то видео, я в этой ситуации хочу обратиться именно к жителям города. Возможно, кто-то ехал в этот момент мимо места происшествия, у кого-то есть записи регистратора. А то, пожалуйста, обращайтесь. Рыков.групп, сайт, есть все контакты, есть все данные. Мы будем очень благодарны за любую информацию, которую можно будет найти. В четверг водителя, который погиб ДТП, похоронили. На месте аварии теперь живые цветы. Полина Иноземцева, Евгений Шевченко. Программа «События». Программа «События» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...